День добрый, здравствуйте! Вы опять Смирьям Портной. Хочу сегодня дать вам несколько советов о том, как правильно начать строить свои взаимоотношения в семье. Еще до того, как начался ши-дух, еще до того, как вы пошли знакомиться с девушкой или с молодым человеком, первое, что надо помнить, это заповедь, почитай отца твоего и мать твою. То есть если у нас будут хорошие отношения со своими родителями, если мы сможем правильно уметь их уважать, это поможет нам построить правильную и хорошую семью, потому что все, что мы строим, должно стоять на правильном хорошем фундаменте. Как правильно это сделать? В тот момент, когда вы решили, что вы хотите обратиться к шатханит или хотите начать строить свою семью, вы должны прийти к своей маме или прийти к маме и папе и начать с ними разговор. Первое, что вы должны им сообщить, это о том, что вы их очень любите и уважаете. Всегда, всю жизнь вы будете помнить и то хорошее, что они вам делали, делают и будут делать. Вы очень хотите правильно построить свою семью, а также правильно воспитать своих детей. Как мужчина или как женщина, вы должны будете иметь свое правильное место и уважение в вашей будущей семье. Поэтому вы еще до того, как вы с кем-то лично познакомились, еще до того, как завяжутся какие-то отношения. До всего этого надо объяснить маме и папе, что в тот момент, когда вы построите вашу семью, что если возникнет спор или недопонимание или будут решаться какие-то вопросы, вы должны будете принять всегда сторону жены или мужа. Даже если, по мнению всех, она или он будут неправы. Потому что вы должны уйти из дома своих родителей и прикрепиться к своей половинке. Это заповедь Истары, которая повелевает нам начать правильно строить свой еврейский дом. Если вы не хотите, чтобы ваша жена плакала вам потом и говорила, твоя мама пришла, и она сделала то-то, то-то, и она недовольна мной, и недовольна тем, и недовольна всем. Или наоборот, чтобы вы, как будущая жена, не хотите, чтобы вашего мужа все время тыкали, что ты недостаточно обеспечиваешь мою дочь, ты недостаточно работаешь, все на ней, все на то, все на сё. Границы вашего общения с будущей семьёй должны быть построены ещё до того, как выбрана та, кто будет вашей половинкой или вашей половиной. С Божьей помощью в дальнейшем мы будем обговаривать и разговаривать о многих других вещах, которые важны для того, чтобы правильно построить семью, чтобы семья была здоровой, счастливой, чтобы в ней царило взаимоуважение, чтобы и дети, которые придут, да, вы ещё не познакомились со своей второй половиной, но вы уже должны думать о том, как ваши будущие дети будут смотреть на вас и как они будут смотреть на бабушку и дедушку. Если вы правильно построите отношения с вашими родителями, с вашей мамой, которая в вас с самого первого дня всё только вкладывала и вкладывала и вкладывала, с вашей папой, который всегда о вас только и заботился, то тогда с Божьей помощью у вас будет счастливая семья и полное понимание. Следите за нашими роликами, будет продолжение.